Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала с вами снова я Валтай и сегодня мы смотрим четвертую серию прохождения игры Far Cry 3 ну и собственно в прошлой серии как вы помните мы захватили еще один новом пост вот и получили новое задание Дениса отправляться на караваль Медузу вас послушать разговоры пиратов в радиорубке и узнать что-нибудь новое остальных наших друзьях ну и собственно давайте не теряя времени отправимся туда единственное что наверное зайдем посмотрим что у нас есть в магазине нет уже внизу нафига пошел наверх вот и еще за кадром так уж получилось поднял короче вот эту как раз здание с маленьком в этом пласте карту памяти поэтому давайте прочитаем сейчас ее самому на самом деле сам не читал просто поднял так путеводитель да по-моему это реликвии так нет стопу тут по-моему секретно нет не то стопа где же тоже это а вот по-моему тут же карта памяти отлично вот она бензодиазепин эта информация изломанная база данных немецкой фарматистической компании здесь представлены списки реагентов и оборудование необходимые для производства этого успокоительного первые тесты были очень впечатляющие а уровень аддикции просто дошкалил потенциальные рынки сбыта северная америка и западная европа в общем то очередной наркотик ну что же понятно еще меня просили почитать такие пираты не помню читал или нет поэтому давайте посмотрим а как раз еще про доктора эртхарда можно прочитать в принципе замечательно так давайте посчитаем доктор арик эртхард химик в широком смысле этого слова является появился на руках лунде шесть лет назад он зарабатывал на жизнь производя и продавая на черном рынке препараты как пиратам так и наемникам в газетах сказано что он уехал из лондона когда его двухлетняя дочь агнесса выпала из окна квартиры на десятом этаже вот так вот нифига себе какие подробности шокирующего тогда понятно собственно почему такой странный счет такое пережить так на это все мы читали а теперь посмотрим давайте про пиратов вас и почитаем кто же они такие вот рассказы пиратов вас и которые приплыли на остров грабить насиловать и убивать они хотели только одного денег их не интересовал какую цену они получат ими правит вас шут рук айланда но ведь вы уже наточили свое мачете конечно тащил так наружу в принципе просто народ так вот пощелкаем чтобы она не было новым потому что по это читать я думаю не интересно в принципе фигня а уж тем более про растения читать мы не будем совсем заморачиваться это мне кажется чересчур но в принципе про людей достаточно интересно нас им про разных ли про разные фракции читать еще не такое будем находить еще лет карты памяти те же самые тоже про наркотики думаю вполне почему бы и нет так мы теперь давайте отправиться к медузе сначала давайте посмотрим как издание доступно тут так удерживатель для использования пират захватил место на ферму чтобы выращивать там наркотики пощите традиции ракет убейте его ножом шикарная конечно задание доступно ладно не в другой раз я думаю сначала хочется пройти по основной сервитной линии так и нам нужно вот сюда я так понимаю тут в принципе сюда особо то никак не доехать только на тачке быстро примещения какого не будет ну что же хорошо в таком случае давайте искать машину на пойти тут нарисованность там вот да тут она и стоит замечательно нифиговая такая тачка там еще кому катер есть можно принципе пробовать наверное накази проехать а нет это не катер это какой-то буйок утром в топку нафигеть черепахи акула колористов нету так ну ладно пофигу поехали на автомобиле прокатимся с ветерком багги ну как раз автомобиль в принципе я таких дорог самое то что нужно так тут мы сможем проехать нет вроде сможем ах ты блин неужели все приехали нет все нормально я знаю джейсон ты сможешь прикольная музычка такая фоне играет легкая регги замечательный погожий денек не то что у меня погода за окном и собственно причем бы и выполнить щедреннюю миссию так же тут еще все приехали получается или победе космом объехать вот плохая идея была хотя ну да все собственно приплыли ну что же ладно хорошо дальше так понимаю вплавь на 10 ваку не ловится в этой бухте давайте скорее отсюда выберемся но вроде не видно никого так ну окей здесь наверняка полно пиратов стоит оглядеться да стоит я думаю давайте оглядимся так ну как минимум один из них тут есть скрывайте тихо убивайте радиопатрули чтобы добыть их данные охота на что замечательно тут бы нам пригодился мне кажется оружие с глушителем то что нужно было бы блин мне патронов мало все 39 возьмите фотоаппарате врага где искать чтобы познать его отслеживать его перемещение но это в принципе сделал уже так теперь главное что у нас не впалили тут наверняка не один я больше чем уверен бросьте камень чтобы отлечь врага не животное страстские подсказки скребания уже исчезли потому что в принципе все зазнаю загораживание полупрона разберись пиратами так ну что же джейсон давай разбираться что за так и как мне тебя прищучить мой друг незаметно отлично готов быстрый убийца после 30 опыта а блин смотрите у меня бумажник то полон песню по идее ни хрена не взять да и оружие все-таки узнал чтобы таскать с собой несколько оружия нужно делать сумку родился тоже какие-то шкуры поэтому наверно после этой миссии отправимся уже собственно на большую охоту добывать различные шкуры но сначала давайте эту миссию завершим она у нас только что началась так что тут еще давайте посмотрим никого тут больше не видим какие-то бочки тоже просто красные так но отсюда вроде все безопасно на самом корабле тоже никого нету да хорошо ай блин все время путаюсь не только кнопка хочу впечатлить аппарат всеми так подмывают клавиши бы это сделать это делается на крестовине на джойстике так стоп кто там очередная бочка меня конечно может быть параноик но просто стоит на пройти по стаус раз написано не зря все-таки пишут а то мало ли еще тревогу поднимут опять эта подсказка я уже понял бы что фотоаппарат надо брать ох ты чёрт так а это по-моему наша цель я так понимаю снайпер тяжелое строгоядное хищник наверно цель ну хорошо тут один она здесь сраная гей жара так чувак как бы у тебя одна родовая суда вот кинем камень попробуем вроде сработало так давай 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 ох ты чёрт ох опасно так нужно отлично радист значит получается давайте обыщем труп радиста так и что теперь тихо кто где еще так что теперь давайте посмотрим . где она здесь похоже где-то ох ты блин ох офигеть тебя-то я не заметил блин это жестко очень жестко но не впалить вполне так хорошо как мы с тобой поступим тихо 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 это что труп нет ты что это не труп это два трупа дорогой мой друг так ладно деньги мы не можем ну хотя бы всякую хрень будем собирать так где следующая точка то не понимаю на корабле или на корабле или за кораблем давайте посмотрим что у нас тут собственно есть вроде бы ни хрена не видно наверно за кораблем ну что же хорошо так тихо 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 как минимум еще один а может и не один да так оно и есть а вот еще один радист так я понимаю и соответственно еще одна наша цель блин я буду справиться гораздо роднее мне кажется к тому же тут наверняка их не двое а больше будет просто я пока больше никого не вижу ну в принципе меня пока никто не видит что меня конечно тоже радует да корабль конечно в принципе название медуза мне кажется он подходит как не за кстати потому что блин не корабль а куча металлолома рака это так ребятки как же мы вас выманить то интересно получилось нет получилось но по-моему они оба сюда идут это фейл нет один отвернулся отлично ну же давай иди сюда так я очень надеюсь что тут не повернется просто очень надеюсь отлично этого убил так обыскиваем труп теперь блин к этому так задать то никого не будет надеюсь вроде никого с удовольствием чувак только пожалуй не пострелю наверное а наверное вот так сделаю ножом в горло да уж только посмотрите офигеть в первой серии наш герой оказался таким трусом беспомощным а сейчас уже на деле блин и просто убивает только в путь так зверски жестоко так что теперь еще одна точка есть перейди вроде почему не ставится на нее какая-нибудь метка может не знаю еще не такое хотя в принципе 30 метров и так понятно а подождите наверху ничего не понимаю как это так наверху нам на корабль что ли теперь нужно давай сначала внизу осмотримся потом уже на корабль пойдем в случае чего так вижу одного вижу вижу интересный ход интересные конечно речи там у них ведутся так один здесь или не один вот в общем блин вопрос вроде бы один а с кем он разговаривает сам собой ну наверное так оно ох ты блин ах ты черт он не один вот это фейл так отступаем нахрен ох жесть практически впарились ох это еще и цель наша ну офигеть теперь вообще блин еще бы немного и просто нахрен запарил бы так ладно хорошо давайте подействовал нет нет он не услышал по-моему а сейчас а сейчас да так идет сюда теперь давайте кинем в бочку ну давай скорее тот бы главное не увидел не вовремя конечно он тут подошел ушел бы конечно отсюда было бы здорово ну ладно хрен с ним ох ты ж черт давай 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 отлично фу так отлично и теперь что это типа выполнено то есть теперь надо можно уже не скрываться получается раз просто нужно проникать в рубку а может быть вообще не надо было скрываться я хрен его знаю давайте попробуем наверное тогда вот так это убить просто напросто замечательно обыщем естественно его труп жалко конечно столько денег мы теряем блин офигеть надо реально пожалуй надо все же отправиться собственно на поиски шкур так а что у нас с калашом патрон взяли мы еще надеюсь что взяли так ладно хорошо теперь куда наверх на корабль самое интересное наверное блин как же красиво конечно в этой игре просто это до сих пор поражаюсь этому миру прекрасно сделан мир просто прекрасно так ну побежали надеюсь что все больше никаких неприятностей не будет так выдерживать для использования офигеть одобряю вот сволочи так не хребало на медузе кто-то поднял тревогу кретины мы в лежачах я отсюда вижу черт они идут ко мне ой жесть сейчас или никогда ну офигеть а я вот не очень готов так броник можно взять нет подождите новое учебное задание хорошо замечательно как броник то поднять что за мать его он что реально не поднимается блин рюкзак это не то все это не то как его взять что за фейл блин блин тревогу подняли ладно хрен с ним все некогда пофигу на броник справимся без броника блин так я знал что какая-нибудь подстава так где кто пока никого не видно а вон потирают нифига себе не видно конечно так как минимум четверо ну окей один готов давай давай иди за мной ох там еще по-моему да так оно есть ну офигеть теперь ох ты блин охрененно так нафиг сваливаем отсюда ох сваливаем скорее скорее джейсон укрыть я нафиг куда-нибудь так по-моему так по-моему сейчас я буду крабли штормовать то есть ко мне двигаться сюда да блин сволочь такая не убила нифига его так ладно перезарядимся успокойся спокойно успокойся только без паники потом наш парочка пиратов ничего страшного так по-моему поднимается один ну как поднялся так и убрался так еще ну офигеть готов еще один да блин как уже косой отлично все что ли медузу пираты сообщили с джейсон вас хочет нас убить некогда говорить встретим саламанаки ты нам нужен охренеть вас хочет нас убить фу дорогие друзья это было конечно жестко ну благо не так много их было как в принципе могло бы сначала показаться так что с патронами почему патроны не берутся вот еще ну фига себе замечательно одно очко нароков давайте салам прокачаем так совсем забыл что актова прокачивать поэтому в принципе сейчас будем снова читать стрельба на скидку будь точнее стрельба на скидку из пистолетов пистолетов-пулеметов и трубовиков наверное нафиг формацию в той заготовленной снадобья действует на спрессуно быстрее так нафиг убийство ударом сверху это полезно но потом твердая рука нажмите левый стикер чтобы перегрести прицел и стало неподвижно в два раза дольше при стрельбе из оружия с оптическим прицелом вот это конечно полезная штука так улучшенная первопомощь если у вас нет судебных снадобья зажмите Y чтобы оказать себе первопомощь и восстановить две ячейки здоровья вот мне кажется это хорошая вещь я думаю давайте наверное ее изучим снадобья все таки не вечно будут у нас под рукой и смогу себе первопомощь оказывать вполне здорово на мой взгляд почему бы и нет так ну хорошо что у нас патроны теперь так я не понял бумажник полон это собственно я понял а ну вот патроны еще есть ладно хрен с ним да уж ну конечно за урожку мы здесь устроили такую нормальную в принципе так неплохо было вполне ну теперь давайте глянем что теперь у нас получается напасть хотя на деревню офигеть видимо видимо охота отменяется получается хотя блин нет ну как же так не давайте походимся на руси охота за головами наверное не то так а что собственно вообще нужно давайте посмотрим на начало создание предметов так окей препараты медицинские так ничего у нас нету тут тоже ничего нету и тут ничего нету да и пофигу так вот чехлы для оружия простой чехол нужна шкура козла окей патронаж тоже наверное полезная тема шкура кабана так ну гранатные сумки в принципе пофигу так кошелек по-моему там нужна была шкура свиньи если я не ошибаюсь а где он тут бумажник вот он да да шкура свиньи ну что же свиньи кабаны и козлы нас интересуют теперь ну и в принципе всех животных наверное полезно будет шкуру пособирать потому что так или иначе наверняка они все понадобятся потом в дальнейшем для крафта но первостепенная очередь конечно самое важное это собрать вот эти шкуры блин на самом деле очень неохота начинать новую миссию потому что там снова будет дофига денег и так далее всякого навара а у меня нету нечего мне собирать поэтому давайте наверное все таки отправимся в какой-нибудь другой ванпост давайте походиться вот тут допустим если у нас кто это какие-то оленя там и кабаны я так полагаю вот сюда нам по идее надо было переместиться конечно здорово так мы естественно не сможем сделать так а здесь быстро перемещение тоже не получится путь охотника тут еще и задание тоже в принципе вариантов ну давайте сразу переместимся а там посмотрим что за путь охотника быть может как раз то что нужно где-то у нас никаких карт памяти и так далее вроде такого ничего нету ну ладно пофигу тем временем вечереет так где там этот путь охотника это что такое где же ты Джулетта интересно ну ладно пофигу потом вот сюда поставим контрольную точку и побежим вечером конечно выходить на охоту мне кажется не самая лучшая идея ну а что ж поделать спать наш герой так понимаю не умеет хотя я не пробовал быть может и можно так где задание тут внутри что ли нет вроде что за фигня а вот так давайте посмотрим пара медведей недавно покалечила местного фермера необходимо их убить используя предоставленный дробовик блин не медведи это жестко медведя ну их нафиг пока что я думаю не самая лучшая идея так ладно хорошо да это интересно что за животное показано быть может то что нужно быть может это козлы хотя хрен знает волки тут по любому кабаны наверное или свиньи показаны поэтому что тоже нужно будет съездить ну давайте попробуем поставить точку 10 на этом месте так легенда не написано да нет не написано к сожалению что это за животное ну ладно фиксим так где тут машинка была совсем рядом а вот же она логично моя любимая старая расслабанная тачка так ну и поехали ну и поехали полагаю на этот мост надо вывернуть а там впереди можно еще потом будет одной аванпост захватить авось пригодится я думаю так погодите там по-моему кто-то по кому-то стреляет что за хрень там происходит очень интересно блин опасно конечно все это очень тут наверняка могут водиться всякие разные животные в том числе совсем не безобидные так ну по крайней я что-то нашел смотрите удерживайте чтобы взять только а у меня же полный бумажник блин дерьмо погребальное урное взял там наверняка много-много денег было ладно похрен давайте соберем растенец какие-нибудь ну и собственно попробуем все же найти каких-нибудь животных пунцовый лист маранка блин ну пока никого не видно так еще раз глянем нам нужно ближе к дороге я так полагаю то есть в ту сторону что ли так оно выходит ну да куда-то туда хорошо давайте посмотрим а вот стоп кого-то по-моему вижу да или нет нет это камни всего на все блин сейчас сзади какой-нибудь тигр выскочит на меня или какой-нибудь медведь да что что ты можешь делать то путаюсь в кнопках немножко так вот это кто такие по-моему это как раз какие-то кабаны или что это такое нет какие-то вообще хрен знает опоссумы что-то какие-то непонятные что это за животные муравьеды посмотрите какой у них нос ладно похлин давайте их подстреливаем немножко так один готов давайте еще одного нет стоп не уйдешь не уйдешь сволочь такая ушел обидно ну ладно хотя бы одного убили и то хорошо так кто это все-таки свинья а топиры вот оно что ну куда что-то топир постой подожди ну блин господи боже дурацкий топир да да блин стой кому говорят ну наконец-то так просто мерзость так можно сготовить но предмет какой прочный рюкзак в этот средний мешок поместится до 48 трофеев ну вот видите шкуры топиров пригодились в принципе not bad а этот стоит шкуры динго целых 4 штуки ну что же это конечно здорово все но это блин к сожалению оказались не свиньи ни кабаны и уж тем более не козлы как это не прискорбно это оказались топиры блин где штраф могли быть козлы наверное там где еще не открыл или где-нибудь здесь подождите тут что дофига всего еще а вот наверное ну да логично хорошо давайте раз совершим быстрое перемещение сюда я думаю ничего страшного не получится если мы не всем пока что пойдем по сюжету а вот немножко обтечемся и собственно выполним парочку вот таких вот интересных разнообразных заданий заданий охотника и конечно хотелось бы узнать еще как все-таки здесь все-таки ложиться спать пока непонятно можно это делать нельзя так ладно что там у нас с аэропланом он там появился интересно по новому или нет подождите а где он был он там вот он отлично есть есть родной сейчас снова полетим ох какие-то штуки обожаю ну давай офигенно так и куда ну вот сюда вот ох ох офигеть так тихо 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 спускаемся отлично ну более-менее мягкое приземление ну по крайней мере у нас не могу сказать того же самого про аэроплан но да фиг ты с ним так собственно где теперь давайте смотреть где же животное тут пока все тихо никого не видно че там такое там какой-то еще есть ящик это конечно очень интересно и здорово но блин так а мы пролетели немножко ну по идее где-то сзади они водятся вот там в той стороне ну что же давайте вернемся немножко обратно потому что топиры как раз показаны были именно там где они и были показаны то есть не показаны были а там они как раз и водились так эти животные значит где-то прямо тут должны обитать ну пока блин ни одного не видно может они со спят ладно давайте шариться искать а вот же они по-моему да ну отлично есть парочка травоядная к тому же то есть по идее меня не нападет на помощь раздвое нужно было хотя фиг его знает вот эти мои хорошие так один готов козел так где второй вот он убегает убегает сволочь стой патроны кончились вот это жесть так а как же мне перевод разрешать ножом что я же наверное не догоню о нифига я не знаю я не знаю о смотрите убил что ли подождите где он что за мать его только что же был здесь ни хрена я не понял я убил в итоге его или не убил где его шкура где он сам что за бред подождите давайте поднимемся немножко повыше тут еще не хрен поднимешься блин так нифига не понял ну супер блин значит он все таки не убил получается значит он убежал печально хотя подождите вот он просто катился наверное или это тот первый нифига не понимаю ладно кого-то не было давайте добудем шкуру шкура козла так простой что колчан нет спасибо извините но колчан мне не нужен мне нужно кое-что получше так подождите ладно где был еще один козел видимо так оно и получается или стопали вот он а это живой блин у меня не то не то опять господи боже а у меня больше ничего нету а у меня есть граната останется что-то шкура интересная где останется господи привет такой же я кровожадный ну все нормально получилось главное что смогли мы добыть шкуру таким образом жалко конечно гранатку потраченную гранатная сумка нет это все не то гадость так подождите стоп создание предметов чехлы для оружия простой чехол а оно замечательно вот же то что нужно прочный чехол шкура оленя блин так стоп теперь что получается можно две вещи носить будет а ну да смотрите во второе открылось отлично блин это супер две вещи то что нужно так ну что же давайте второе еще раз заготовим что-нибудь еще получается что у нас там можно было гранатную сумку ну-ка медицинская сумка а шкура свиньи нужна так хорошо бумажник шкура свиньи патронаши шкура кабана гранатная сумка две шкуры козла под сумки для мин тоже две шкуры козла так и колчана для стрел я думаю колчан для стрел в принципе наверное круче всего будет с луком потом бегать это же наверное здорово хотя конечно гранатную сумку тоже очень охота но теперь на нее не хватает у нас теперь одна шкура осталась так понимаю ну что же ладно черты с ним давайте тогда наверное вернемся к домику доктора Энхарда и на этом мы уже закончим серию потому что как это не печально а время подошло к концу хотя подождите я вроде далеко убежал да мне далеко будет возвращаться ну давайте совершим быстрое перемещение наверное вот к этой области обратно а потом уже в следующий раз буду в следующей серии спасать деревню от нашествия пиратов во главе с васом ну что же друзья на этом тогда пожалуй все на сегодня надеюсь что вам понравилось может быть конечно не по сюжету пошли немножко но по-моему было все равно интересно и криво ну а с вами был я Волода это была игра Far Cry 3 на канале EpicScribe подписывайтесь на мой игровой канал ставьте большие пальцы вверх и не забывайте про комментарии всем спасибо за просмотр до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok